Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию прохождения третьего ведьмака, где мы будем дальше выполнять задание найти ведьму. Вот сейчас нам нужно в этой серии найти ведьму самостоятельно и расспросить о ней жителей под леса. Бежать туда, сколько нам бежать? Бежать нам туда дофига, 880 метров, поэтому, ребята, я быстренько перемотаю. Если мы что-то крутое увидим по дороге, то вы это увидите, но вряд ли это будет. Так, 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 вот кого я встретил, это торгаш. Сейчас посмотрим, что мы можем у него прикупить. Покажи мне свои товары. Покажи свои товары. Так, главное, чтобы мы могли ему что-то продать. Да, это мы продадим. Да, это что? Блюдо. Это мы продадим. Это что? Фиалу. Можно продать торговым или разобрать на состоянии части. Или разобрать подсвечник. А фиг его знает. Это что? Шкура белого. Ага. А вот это что? В банке. Вторая. Ну, грабли мы точно продадим. Шкатулка. Шкатулку мы тоже продадим. Продадим. В принципе, сейчас мы даже нормально так набарыжим. Это что у нас? Бокал. Бокал продадим. Трубка. Кукла. Старая вещь. Ну, вот это давайте сохраним. Тут что мы еще можем продадить? Продадить, да? Продать. 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 Ну, это за 140. Мозг чудовища. Ну, это пока что давайте оставим. А что у него есть крутого? Ага. Ага. Мышехвост. А мышехвост нам же вроде нужен, да? Сколько? Нам нужны две штучки. Мышехвост. Ласточкина трава тоже давайте. Купим две штучки. Так. Я это покупаю для того, что... Это нам нужно для изготовления бомб, если вы помните, да? Куриная ножка. Ага. Ну, там вроде каких-то ингредиентов не хватает. Ну, там вроде чего-то у нас не хватает. Ну, ладно. Пока что нормально. Хоча бы траву купили, а остальные ингредиенты для создания бомб мы, может, потом купим. Ваш ум... Давай. А тут что-то вот эта платва иногда просто-напросто не хочет залазить. Ну, давайте поскакали дальше. Нам 400 метров осталось. Мы уже практически тут. Здрасте. Шевелись, плава. Найдите ведьму, да? Нам нужно ведьму найти. Офигеть. Вы с ума сошли. И где ее должен искать, мне интересно. Ага, расспросить жителей. Мы же жителей можем расспросить, точно. Фиал. Трава, 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 трава. Ну, подверься. Давайте мы будем спрашивать, друзья. Да, вы рыбкишок у меня от этих корешков будет. Да, в вашу. Вы какие-то неразговорчивые. Думаешь ли, хищно? Вот ты идет. А говорила я ему, крыша золотая. Снова нам как-то поболтать не хочешь. Вроде как-то другого меня от него дошли. Потом мне все расслаблено. Вроде вот это... О, эти такие балаболки, может, они со мной будут поговорят. Ух, какие-то они вообще неразговорчивые, если честно. Опа, 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 это кто там? Вот. А вы сами не из Велина? Верно говорю? Верно. А откуда будете? Родом. Из Риви. Из Риви? Батюшки Светы. Идите, твою! Идите, твою! Я ищу колдунью. Недалеко от деревни колдунья живет. Знаешь ее? А, знаю, знаю. Ну, тоже не здешняя, но... Позговорчивее, чем прежняя. Та глухая была, как пень. И злющая. Где ее найти? Идите на пруд. Там когда-то дикие лебеди были. От пруда попинка ведет. Пойдете по ней до большого камня. Его дьявол бросил. У которого мужик обманул. Ну, сказал, будто это большое яйцо. А потом направо в лес. Ну, как пройдете мимо брошенной телеги, вот там рядом и хата. Ну, спасибо. Благодарю за помощь. Эм, так. Над нашей судьбой. Найдите пруду у деревни. 60 метров бежать я, наверное, даже плотву не буду гонять, потому что это... А хотя плотва вот тут уже стоит, но это не так уж и далеко бежать. Большой камень на пруда. Ага, так, все. Будем надеяться, что я правильно бегу, но, по сути, да. Здрасте, мордасте. Здрасте, леди. Как делишки? Не хотите пошалить? Вот большой камень. Камень есть. Теперь направо идите, леди. Ага. Ух, я надеюсь, они в небольшие уровни, потому что если большие... Ну, этих мы перебили, зато, да? Так. И тут еще один. Вот так, замечательно. Телега. Ведьмина хата где-то рядом. Телега вот тут. И... Да, осталось 50 метров. Вот она. Ух ты, сколько тут народа. Тусовка, потешка. Меня не приносили. Коровенка, значит, зона уже не встает. Из ноздрей гной так и льется. Хм, я тебе что, пастушка? Вы, госпожа, во всем понимаете. Одна корова в деревне осталась. Ух ты, стыдно. Такой голос, да, какая-то... Двадцати летняя... Солдата забрали. Восемнадцатилетняя девушка, вот она. И мы перенохли. А вот, я дам тебе трава. Как будто сорок лет. И какую-то сорок, семь за дедом бабушей с травами. Восемнадцатилетняя девушка. Сперва. Чистилочка, милочка. Да так следует. Я с коровушкой. Спасибо тебе, госпожа. Сто крат, спасибо. А теперь, да? Сейчас уже более-менее нормально. Хватит на сегодня, идите по домам. Ой, чуть-чуть, милочка. Госпожа, сегодня не милостивая. Так, нужно бежать, да, как я вижу? Потому что она нас так просто не пустит. А что за прикол? Ага, зачем мне показалось, что нужно бежать? И куда она делась? Да вот куда. Куда же еще, в подвал. Или нет? Но если нет, то... О, хлебушек. Хлебушек, это полезно. Хлебушек, это полезно. Мы можем покушать, если что. Ну, и все. Я думал, она тут, она не тут. А, я думал, она тут, она не тут. Опа. Она собрала неплохую библиотеку. Опа. Нарисованная мелом пентаграмма. Дальше. Дальше. Обычная мазь, ничего особенного. Зачем ты тогда смотришь, если она обычная? Обычная мазь, ничего особенного. Обычная мазь, ничего особенного. Обычная свечка. Что-то тут, нафиг, как я заметил, все обычное. Все обычное, да необычное. То есть. Хм. Ну, если тут все такое обычное. Ага, вот, ну, что мы еще не... Нечасто в Виле не встретишь такие побритушки. Вот. У него сильная аура. Это артефакт или... Так вот, куда она исчезла. Портал, нафиг. Ух ты. Так, так. А здесь мило. Так. Какой белый заяц? А сможем ли мы этого белого зайца убить? Ну, белый заяц очень белый. И шустрый. А, хрен. Сможем убить. А ну, как бы они мирные, да? Значит, и мы мирными будем. А зачем я сюда бегу? Не представляю. Нам нужно просто, наверное, вот сюда забрать. Мне было любопытно, как быстро ты разберешься, Гер. Я наверху. Не стесняйся. Я наверху. Ну, я уже понял, нафиг, что ты наверху. Здрасте, мордасти, девулечка. Да топай ты нафиг. Это не спотыкайся об ступеньке. Привет, ведуок. Здрасте. Что ты еще? Что ты еще? Где? Ты поглазеть сюда пришел? Нет. Поговорить. Не буду я оборачиваться. Я на сиси пришел поглядеть. Вам-то, конечно, это не видно, но все же. Ух ты, как быстро оделась. Кейромец в самом сердце Велена. Мне казалось, ты ненавидишь деревенскую жизнь. Уверяю тебя сейчас, я ненавижу ее во сто крат сильнее. Я слышал, что в окрестностях живет колдунья, но в жизни бы не догадался, что это бывшая советница короля Фольтеста. Какая прелесть. Ты сохранил эту очаровательную способность удивляться миру. Обычно она присуща только детям, бедным рыцарям и недоумкам. Какая ты обидчивая. Разве так встречают старых знакомых? Я встретила тебя с приятной улыбкой. А теперь скажи, что тебя сюда привело. Я ищу одну девушку. Я ищу одну девушку. Какую? Цири. Я ищу Цири. Ту самую Цири. Нельзя, чтобы кто-нибудь об этом узнал, понимаешь? Цирила здесь? Девушка, которая в свое время искали ложи чародеев, и практически каждый король на континенте оказалась в Велени? А я ничего об этом не знаю? Что она тут делает? Судя по всему скрывается, говорила, что она поссорилась с какой-то ведьмой, но если ты ничего не знаешь, ты точно ее не видела? Нет. Но некоторое время назад меня расспрашивали о молодой девушке с пепельными волосами, которая не похожа на крестьянку. Кто это был? Виктора спрашивал. Не так быстро. А где подарок для колдунги? Где униженная смиренная просьба? Полсотни яиц встроен? Не знаю, какая у тебя ставка. Полсотни яиц? Три ощипанных курицы? Ставка растет с каждым твоим словом. Быть может, теперь ты вообще не сможешь расплатиться за эти сведения. Сколько яхидства. Близость к природе должна была тебя очистить, успокоить. Ты знаешь, природа смердит. Ладно, не смотри на меня такими глазами. Я же знаю, что речь идет о Цири. Расспрашивал о ней эльф. А, дикая охота? Не заеденный блохами с коетоэль, а эльфский чародей. Как его звали? Как он назвался? Никак. И он был в маске. Весь такой таинственный, но... Он мне понравился. Умный, с хорошими манерами. Он сказал, что ему нужно от Цири? Только что они должны были встретиться в Велине. Он хотел знать, не появилась ли она раньше него. Он оставил для нее какое-нибудь сообщение? Нет, но попросил отправить ее к нему, если я ее вдруг увижу. Значит, ты знаешь, где его искать. Да, он сказал, что прячется в каких-то эльфских развалинах возле подлесья. Это деревушка такая. Я схожу туда с тобой. Зачем? Думаешь, я сам не дойду? У меня тоже есть дело к этому эльфу. Он пообещал мне кое-что, но так и не урну. Кроме того, я, как и все, надеюсь, что она там. Ребята, вы видели этих зайцев? А я тоже хотела бы увидеться с Цири. Это шутка-минутка, да? То есть... Можем отправиться? Можем отправляться сюда. Да, идем. Ну, пошли, посмотрим. Сколько мы туда будем вообще добираться? Ну? Несколько часов спустя. Ох, мы уже тут, нифига себе. Ну, ладно. И уже была здесь? Нет. Я надеялась, что эльф вернется, как обещал, или появится эта его девушка. В любом случае, я понятия не имею, что нас ждет. Ну, давай выясним. Ладно, сейчас. Сейчас посмотрим, что нас тут ждет. Можно бы вылечиться. Ты там, чародейка, не колдуй так столько. Гриб-дождевик. Ага, вот они там, за обрывом, да? Дикая охота. Что? Призрачные всадники? Это значит, я думала, их не существует. Но полюбуйся на несуществующие. С ними навигатор. Что? Ты можешь телепортировать нас на ту сторону? Лучше я телепортирую нас домой. Ты правда собрался идти за ними? Открывай телепорт, быстрее. Не уверена, что мне все это нравится. Ну, иди домой тогда, если тебе это не нравится. Собрать травы. Ну, не хочу я собирать травы сейчас. Это может быть что-то полезное. За мной. Черт, он у нас там. Интересно, где сейчас Кейра? Ну, иди сюда, пасхуды. Так я же заблокировал удар. Ух, я ему башку отрезал. Извиняюсь. Мостыковцы. Бульк. Я надеюсь, мы можем тут проплыть. Наверное, можем. Я надеюсь... Ну, воздуха, по сути, должно хватить. И где мы? Вот они там, да? Или нет? Вот. Так я... Ребята, зря я пропускал. Хотя я не пропускаю, я же учился. Я не могу заблокировать эту атаку. Мне интересно просто, почему. Давайте попробуем еще раз. Вот, еще раз. Вот, сейчас мы. А сейчас мы. Может, это не всегда можно? Но если таким способом, то нас просто будут много раз убивать, потому что я блокирую атаку каждый раз. Давайте то есть. Я не хочу получать урон. Как я вижу, что только на нас замахивается, я сразу блокирую атаку. Для того, чтобы нам не... Нанесли урона. Но почему-то вот это не работает. Неизвестно почему. Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Ага, вот. Да? А как это? А как это? А как это? Где она, паскура? Да иди ты нахрен, баба водная. Ребята, я не могу сражаться с этими паскудами. Хотя это начальные какие-то. То есть я не скажу, что они прям сильные, да? Но я почему-то не найду просто. Вашу мать! Я нубяра полный, если честно, в этой игре. Я не представляю. Я не могу с ними сражаться. Ну прям никак. Они меня так... Водная баба, седьмой уровень. Она меня так трепет, что это с ума сойти можно. Просто мне, может, вещи получше купить или еще что-то. То есть, знаете, я даже как-то ни вещи не покупаю, ничего. У нас третий уровень, и мы сражаемся с седьмым уровнем. Вроде, по сути, может, мы как-то и сможем убить, но... Не так уж это и просто. Ладно, давайте еще раз попробуем. Опа, 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 опа. Ну, я понял. То есть ведьмак это... Ведьмак это такая игра, где больше всего нужно ухилиаться, чем не знаю. Потому что вы видите, то что... Раз ударил, ухилился. Раз ударил, ухилился. Раз ударил, ухилился. И без этого никак. Да, вашу мать, так я только отсюда вернулся. Ага, вот, вижу, 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 вижу. Вижу где-то. Ну, как видите, у нас еда больше... Ух ты нахер. Делай, делай, что-нибудь, они выползают из этих норм. Используйся на телефон. У нас еда быстрее кончается, чем... Успокойся, это же просто крысы. Ненавижу волк, крысы. Убери их. О! Геральд! Ну, хорэ уже нагнетать ситуацию, у крысы. Не знаю, сколько они разносят болезней. Лилатки! Лилат! Ага, уничтожьте норы. Знаками или бомбами. О, четвёртый уровень. Круто. Круто, четвёртый уровень. Так, где вы, крысы? Я просто сразу не понял, если честно, что и как. Ты знаешь, сколько они разносят болезней? Так, ваша мать! Убери их! Прокатал знак, который собирал полчаса. Ну, как полчаса? Не полчаса, конечно. Лилатки! Лилатки! Вы что, что гнездо чудовища? Можно... Чтобы возродить запады, не можно. Нажмите, э. Ага. Спасибо. Так. Ладно. Ты боишься крыс? Ты же можешь уничтожить их одним заклинанием. Ладно, я лучше помолчу. Так что с тобой случилось? Что-то мешает телепортации. Не представляю, как они попали на ту сторону. Всадники телепортируются по-другому. Для этого у них есть специально обученные чародеи. Навигаторы. Да пусть у них будет хоть три рулевых и попугай. Я рисковать больше не стану. Идем. Охота нас опережает, но мы еще можем их догнать. Ты что, совсем рехнулся? Нужно уходить немедленно! Надо понять, что сделала Дикая охота. Надо понять, зачем здесь Дикая охота. Мы собирались навестить эльфского чародея, а не драться с Дикой охотой. Если они доберутся до него первыми, у нас уже не будет шанса с ним поговорить. Кроме того. Ладно, делай как знаешь. Постой, постой. А что ты так привязался к охоте? Может, дело в цире? Ты ведь не все мне рассказал, так? Идем со мной, и я расскажу. Может быть. Ты всегда такой? Я начинаю сочувствовать Трис и Е. Ну да ладно, пошли. Ладно. Гвелла Аглану! Осмотрите физические руины в поисках сведения о магии. Ага. Опа. Файверт Тэй, Ларена Ленет. Это он? Это эльф? Арвих Тваглайдев. Что это было? Иллюзия? Нет. Морфа проекции. Лучше бы иллюзия. Это было сообщение для Цири. Сообщение определенно предназначалось Цири. Дочь Чайки, наследница Лары Доран. Да, эльфы так называют Цири. А что насчет знака меча? Это какая-то загадка? Да, но простенькая. Меч Цири носит имя Зираэль. Ласточка. Простенькая? Кто кроме тебя может это знать? Может, этого эльфский чародей добивался? Он спрятал проход так, чтобы найти его смогла только Цири. Твоего появления он явно не предвидел. Так или иначе, думаю, он ждал непрошенных гостей и как-то подготовился. Будем надеяться, дикую охоту ждет пара неприятных сюрпризов. Ну, будем, будем. Ну, хорошо, идем. Думаешь, надо просто искать ласточек? Увидим. Пошли, посмотрим. Похоже, это древняя эльфская пристань. Можно быть, так они добирались сюда по воде. Интересно, когда это было? Сторожно. Эти мысленности и желтые испарения ядари. Я знаю, не надо меня учить. Лисий строчок я узнаю. Весемир рассказывал, что когда научился накладывать игни, я пошел тренироваться. Скверная идея. Ну, где вы, паскуды? Ну, как? Выжил. Молодых ведьмакарь. Пойдем. Слушай, ты, вашу мать, дай мне ухивиться. Я, во-первых, не могу нихрена сделать, потому что... Плюс еще это отравление нафиг конченное. Так, ну вот там еще, да? Пойдем. Пойдем. Ух, да? Ух, там еще призрак. А я ожидал твоего появления. Так, ладно. Это конченый газ. Ну, вроде перебили. Еды у нас уже нету. Так, давайте как раз посмотрим, есть ли у нас еще еда. Ну, прям чуть-чуть. Так. Так, и у нас вроде есть одно умение, да? Умение персонажа. Что мы можем изучить? Бонус, ага. Влечит урон мощных атак. Стрелы при паре, арбалета, ага, ага. Получив урон, ведьмак теряет адреналина пересочкового. Ага. Ладно, это понятно. Это что? Знаки. Градю. Длительный знак. Опять секунд. Когда щит, когда он разбивается, тот бросит врагов. В основании. Цельный привык Герда, пока тот накладывает такси. Ну, это понятно. Алхимия, это понятно. Умение. Мутагены. Опа, мощь знаков. Мощь знаков, это 50 здоровья. Хм. А если Ирден? Магическая завузка. Завузка. Ловушка. Она наносит, ага, огненный шкал. Щит, который до сих пор пока не полагает максимального урона. Ага. Ну, щит. Ладно, давайте вот это изучим. Да. Мощь знаков 10%. Нормально. Пока что сойдет. Пока что сойдет. На 10% мы будем сильнее бить. Это нормально. Так, потопали. Потопали. Так. Еды у нас уже, конечно, толком нету. Это кто там? Опа. Это там еще что? Ну, это там всякие монстрыки, да? Опа. Там еще монстрыки. Или что это? А, нет, это тот маг, да? Посмотри. Он очень похож на тот столб с проекцией. Израэль. Не форда соль эсер ээ. Очевидный путь не всегда лучший. Израэль. Не форда соль эсер ээ. Я ехал эсер эсер эсер. Кого? Это какой-то морской монстр? Нет. Так Циви назвала свою кобылу. Она и правда могла скакать, как демон. Хм. Хорошая евро. А вот ласточка, видите, за спиной? Что, попробуем найти? так ну я пока что не представляю что нам нужно сделать а вот вижу что-то силуэт охотничьей собаки ничего общего скальпи обязательно хватать все подряд это хри меня чуть не убила все в порядке допустим а вот еще ладно сейчас уже буду знать что нужно отскакивать морское чудовище напоминает кейроны а вот нет сейчас нормально что это очередная ловушка чтоб меня думаешь это такая психологическая может ли ты победить самого себя все такое а может призраки думают что это они настоящее я вот не сомневаюсь не отвлекать вот этот нить кучу смысле это даже не мечет топорик этот конечно не в какой нужно бы было какой-то по нормальному если честно найти когда меч случалось это нечего дохри когда-то давно скажу дарья попробовал меня превратиться но и что ему не понравилось доплеры по натуре очень добрые зерой не форда соляшки очевиден да ну тогда я не приду ща попробую найти опа я прыгнул сюда вниз это очень хреновенькая идея можно сказать хотя тут есть что-то может и нормальное что это такое а вот видите там что-то есть зря чуть не зря я сюда прыгнул рисунок лошади наверное подсказка для цири а дальше а значит сюда да ну поплыли конечно еды как я понимаю в этом ведьмаке нужно прямо из этого тут никак просто выжить так ну так я нашел что дальше ну ну так я нашел вот эту хрень что вы от меня хотите я как-то не имею понятия твою мать ладно давайте еще раз посмотрим что было перед тебе я точно самое сделал предыдущий раз что прервала телепортацию этот телепорт кажется это ласточка думаешь это без уйдем я же спотел я не знаю это плохо не нравится ух ты зерой не опознав ух ты 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 что это пост как мне это иногда уклоняюсь но нужно не уклоняем и жизни у нас нету не будет так уже почти чуть у нас не колбасной големушка на да вашу мать так ну пол жизни вашу мать а я не представляю она считает как будто хотя и уклонился сейчас было там пол жизни посчиталось как будто я его вот так ладно еды у нас уже вообще нету да у нас уже нету еды осталось один хлебу остался один хлебушек зашибись а я знала что мы справимся да как мы дальше пройдем в среды нету как мы будем хилиться я надеюсь что это не так очень много будет еще долго но я вижу там еще монстры какие-то есть например в твоем отношении у меня очень хороший прийти что ты сделаешь когда наконец-то есть какой-нибудь план запутанная немного часть мы на другой стороне моста это так долго нужно было проходить чтобы сюда добраться значит сейчас они далеко впереди пойдем так ладно ребята давайте уже на этом заканчивать уже серия долго длится ставьте лайк если хотите новую серию прямо сейчас 100 лайков сразу же выходит новая серия вы просто ребята никогда не проверяли а давайте наберем 100 лайков и сразу же выйдет новая серия оставляйте свои комментарии я читаю каждый из них вот прям если ты сейчас напишешь комментарии я прочитаю твой комментарий также постараюсь ответить на каждый из ваших комментариев подписанным на мой канал вступайте в нашу банку крутых перцев вы автоматически в мы автоматически станет членом нашей банды если вы на меня подпишитесь я также буду очень рад если вы вступите в нашу большую дружную семью всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока